Радио 54 Первое областное радио Что же это за история такая? Проект был придуман достаточно давно И работает, ну, наверное, уже лет 5-5 с половиной У нас есть сайт Народная летопись Новосибирской области Летописи 54 Туда пишут люди Все, кто хочет написать туда Темы мы берем от археологии От древнейшего времени И до сегодняшнего дня, до сегодняшней жизни Мы пишем о истории О людях О природе О погоде О каких-то необычайных событиях Рядовых событиях О людях совсем не обязательно Чтобы они были героями Советского Союза Там или социалистического труда Там или еще какие-то выдающиеся Простые люди Но интересные судьбы И мы пытаемся таким образом Через вот этот калейдоскоп статей Создать образ каждой деревни Каждого поселка Каждого города Нашей области И Новосибирска в том числе Сохранить историческую память Первая книга Значит, она началась с легенды Чины Вот это чай Значит, озеро Чины Там Чудо-Юда Я вот забыл, как Чановская Это вот это вот И написала девочка Причем там девяти- или десятиклассница Но она тогда была девятиклассница Она же подросла за эти два-три года Вот И очень интересно написала Она написала как художественное произведение Почему? Потому что жанрового ограничения у нас нет Вот это важно, кстати Это может быть и письмо в редакцию Это может воспоминание Это может быть интервью Это может быть все, что угодно А вы знаете, особо интересные какие? Вот если касаться военного времени Тут есть и военное время Здесь есть и перестройка Здесь и сегодняшний день есть Люди пишут обо всем Первая книга, она уже вышла Она вышла еще в прошлом году Она хватила, как я сказал, все периоды Здесь все районы И город Новосибирск Хотел бы прокомментировать Почему сегодня в студии этот гость Для нас он очень дорог Центр гражданского патриотического воспитания И общественных проектов Ищет постоянно какие-то новые интересные формы Которые действительно давали бы какой-то результат Не какой-то, а давали бы результат В воспитании, в патриотическом воспитании Я считаю, вот эта книга Она может быть уникальным пособием В воспитательной работе педагогов Это книга для семейного чтения И очень важно Вот совсем недавно прошел конкурс История моей семьи, история народа Победителя этого конкурса Десять ребят из Новосибирской области Были в Санкт-Петербурге Вот в эти праздничные дни И когда семья, когда из уст в уста Когда это передается То, о чем говорит Николай Александрович От поколения в поколение Вот эта живая история сохраняется Это, наверное, не просто работа Это состояние души Потому что по-другому просто никак не получится Мы формы, методы То, что касается методической поддержки И, конечно, можно говорить Что это составляющая работы Но, тем не менее, мы ищем И находим новые формы И только во взаимодействии с семьей Со школой СМИ у нас могут получиться результаты Для нас очень важна информация Информационная составляющая Для нас очень важна составляющая Вклад каждого из жителей Наверное, каждой семьи Почему такие вот уникальные Как Николай Александрович Специалисты в этой сфере Дедушка четверых Сколько внуков? Нет, у меня восемь внуков Восемь внуков? Восемь внуков? Ничего себе! В регионе действует программа Патриотическое воспитание Граждан Новосибирской области Государственная программа Подпрограмма Безусловно, реализуются мероприятия Этой подпрограммы государственной Мы открытая площадка Для конструктивного диалога Буквально с первого дня Мы заявляем об этом В центру четвертый год Мы ищем новые формы Мы ищем новых партнеров У нас много интересных проектов У нас получается Предлагаю задать вопрос нашим слушателям И тот, кто, друзья, по доброй традиции Окажется самым первым Верно ответившим на нашем эфирном номере Можно, кстати, смски отправлять Если удобно Тотовый приедет к нам на Римского-Корского Заберет книгу Очень много правильных, что здорово, ответов Это окрыляет Это правда Но мы честно обещали самому первому Сегодня это абонент Последние цифры телефона 46-44 По аватарке не совсем понятно Женщина-мужчина Но счастливый человек Аплодисменты ваши Что есть в этой книге Может быть, эксклюзив какой-то Абсолютно Где больше нигде не встретить Или только тексты Нет никаких иллюстраций Нет ничего Здесь почти что 30% Именно иллюстративного материала Потому что именно иллюстративный материал Передают в то время Тексты, конечно Но иллюстративный материал Какие, на ваш взгляд, формы Объективно эффективны С точки зрения работы с молодежью С подрастающим поколением Ну вот это с ними не будет работать Когда из-под палки Когда вот это нужно Да, программа партии и прочее Как вы нашли выход В такой ситуации Договориться с молодежью Вот на эту тему Ну сказать нашли, наверное Ищите пока Ищем вместе, да Вместе со всеми И, наверное, это процесс Постоянный и непрерывный Я считаю, что первое Это семья Потому что все-таки Начинать нужно воспитывать Ребенка буквально с колыбели Листать фотографии Рассказывать Листать так, да, конечно У меня своих трое детей И вот младшей дочери 11 лет И она рассказывала В школу пришла бабушка Она во время блокады Была девочкой И ребенок В этом возрасте Воспринимает эту информацию Я стала рассказывать о том Что наши предки Мой дедушка и бабушка Работали на Чкаловском заводе Ей это было интересно Мы туда поехали Мы 7 мая сажали деревья Ребенку это интересно То есть те формы Которые, возможно Какая-то, не знаю Ну практическая, наверное Составляющая должна быть Формы, которые идут Из уст в уста Ну формами работы Даже сложно назвать Это жизнь И семья должна проживать Вместе с ребенком Так вот это и главное Что если это не идет Из семьи То никакая другая форма Там обучения Образования В этой ситуации Не поможет Кстати, стреляли В нашу историческую память Обратите внимание Обгадили все Это в любом историческом процессе У нас Первое, что разрушается Это историческая память И я понимал Что от средств массовой информации И своих детей Я не смогу убедить В смысле Оберечь их И поэтому Я просто сел И начал писать Для детей Библиотеку Мудрые дети Вот это да Короткие рассказы На конкретную тему Нравственную тему Какую-то коллизию И потом Не назидательные А осмыслительные Познавательные Да, вот Как я понял В своей жизни Вот выход из этой ситуации Так я создал Библиотеку Мудрые дети А потом Я обратился Вот с этими рассказами И своими Так сказать Хотелками Я уже обратился К педагогам Практикам Это воспитателям Детских садов Учителей Причем и городских И сельских Разновозрастные И они Досоздали методику То есть вопросы Которые рекомендовали Ну Родителям поговорить Это книги Для совместного Чтения Ну то есть Да, электронный вариант Размещен на сайте Народная летопись Новосибирской области Просто летописи 54 Где можно разместить И свою статью Свою историю Своей семьи И близкого человека Свою личную можешь написать Вы открыты к историям Совершенно Радио 54 Первое Областное радио